День добрый, отец Александр. Добрый день. Меня зовут Андрей Паук. Да-да, слышу вас. Скажите, можно ли у вас уточнить некоторые вопросы по религии? Ну, какие именно? Дело в том, что сейчас в Беларуси непростая политическая ситуация, и всяких инакомыслящих, в смысле, идеологии сажают на сутки, и, в общем, царит несправедливость. И как вообще церковь к этому относится? Почему служители Божьи не защищают гражданское общество Беларуси? Ну, трудно мне сказать за всех служителей. А вы сами как думаете, справедливо все то, что происходит у нас в Беларуси или нет? Ну, по идее, конечно же, несправедливо. Несправедливо или справедливо? Несправедливо, да. А что же нам делать беларусам тогда? Не знаю. Так а Бог что про это говорит? Бог говорит, что вначале все согрешили. С этого все начинается. Лично я не верю в изменения в обществе, когда люди не идут к покаянию. А покуда что этого не заметил. Ни среди тех, кто протестует, ни среди тех, кто при власти. Так а каяться чему надо? За что? За грехи свои. Так а какие грехи? Ну, для начала должны люди задать вопрос. То есть, создатель создал этот мир, как он хочет, чтобы мы жили. То есть, люди уверены, они знают, что для них лучше, да. То есть, они там ни близко не смотрят на создателя. Разные грехи. Оккультизм, блуд. Полно всего. Оккультизм, блуд. Так это же Божье, по Божьему велению все придумано. Все соблазны в этом мире. Как же от них отказаться? Ничего по Божьему, не по Божьему. А почему? Есть дьявол, который искушает людей. Так если он есть, значит, на то воля Божья? Ну, как воля Божья. То есть, когда Господь дает свободу. Ну, то есть, с этого проблемы начинаются. То есть, свобода, она была Духом, свобода людям. Забери нам свободу, так мы животными будем. Грешить, это не есть воля Божья. Это цена свободы. Ну, понятно. Но непонятно, что значит грешить. Вот Александр Лукашенко грешит, грешит вернее, а его Бог не наказывает. Значит, на то воля Божья получается. Ну, тут мне трудно сказать, какие планы Божьи. Так а что гражданское общество должно делать с этой несправедливостью? Как мы должны утвердить справедливость Божью в обществе? Ну, для начала нужно к нему обратиться. Обратиться, покаяться, молиться. Так а если ответа не получишь? Ну, так не факт, что он не получил. Надо смириться перед Творцом. Это его решение, когда давать ответы и какие. Но я лично не вижу, чтобы общество, даже протестное общество, чтобы оно обращалось к Господу, к Творцу. Я этого не заметил покуда-что. Будут ли Лукашенко или потом следующие после него будут. Были до него, будут следующие. То есть пока люди не обратятся к Творцу, в смирении, в покаянии, то есть я не вижу, что что-то поменяется. Вот в связи с этим тогда вопрос философский. Отец Александр, власть, она от Бога на земле или от народа? Можно сказать. С допуста Божьего, да. От Бога? С Божьего допуста. С Божьего допуста. Это как? То есть Господь допускает власть. Такую, не другую. Почему допускает? Это уже другой вопрос. Когда, например, Израиль по Писанию чисто, когда Израиль оккупирован, там был постоянно то Вавилон, то Сирия, то Египет, это всегда был ответ на грехи людей. Верующих, ну верующих именно. Когда они начинали друг по кулическому заниматься, как правило, приходил оккупант. А кто выше, Бог или Александр Лукашенко? Нет, так вопросов нету. Даже отвечать не буду. Чего? Ну какой смысл верующему задавать вопрос, кто выше, Бог или человек, да. То есть атеисту можно задать только вопрос, верующему бессмысленно задавать такой вопрос даже. То есть Бог выше. То есть я пропаганда говорит, то есть, ну конечно, какие вопросы. Хорошо, спасибо тогда большое вам за разъяснение. В общем, тема сложная. И я так понимаю, надо сидеть и ждать, когда Бог соизволит снизослать благодать на белорусов. Знаете, ну, знаете, как ждать. Там вопросы эти, когда у нас даже протесты начинались, только начинались, да. Меня сразу, конечно, это радует, людей много там, да. Люди вроде бы как что-то осознали, да. Но у меня сразу мысль была, общество не созрело к изменениям. Ну хоть что-то. Не, ну в этом смысле да, то есть, ну, хоть кто-то, да, то есть, кто-то какую-то позицию занял. Знаете, я, откровенно говоря, сегодня прочитал информацию, вот когда еще очередной раз не подтвердилось, да, насколько общество не созрело. Прочитал информацию, ну так, между людей, там, в чатах, да, как люди там пишут, да. Что врачи, у нас врачи, которые, по идее, оказалась группа самая протестная социальная. Ну, с большего, да. И вдруг оказывается, что врачи не заинтересованы, чтобы люди проходили оздоровление от ковида. Потому что они перестанут получать надбавки. Ну так, а как надо на это реагировать? Как вы посоветуете врачам на это реагировать? Врачи заинтересованы в том, чтобы у них было больше зарплаты, поэтому, а как у нас деньги? Нет, тогда да. У нас же деньги... Нет, так я вот чисто... Нет, так я вот чисто вот сам факт, да, что о чем это говорит? О том, что даже процент вот этого протестного общества, он далеко не зрелый, мягко говоря. Это я очередной раз убеждаю, что мы сами не созрели с чем-то изменением. Так, хорошо. А церковь тогда за какой счет живет? За чей? За государственный или за прихожан? Прихожан, ну чисто наше католическое прихожан государство, ну так, периодически какие-то подачки давало в свое время. Ну, как мне кажется, католицизм в Беларуси не очень приветствуется, да? Больше православия. Ну, походу, да. То есть есть некоторые угнетения со стороны государства? Ну, некоторые конкретные. То есть они там, может, не озвучивались, чтобы уже дальше не было этих угнетений, да, но там они все время были. Элементарная вещь, например, да, что у нас по нашему законодательству, например, что священники, ну, то есть иностранные служители там по визе, ну, получают визу и тут работают тогда, да. Но нужно специально разрешение для, ну, как бы, религиозной деятельности. То есть, ну, такие два вида, скажем так, два вида разрешения, да. И, например, когда приезжали украинцы, уже давным-давно это было, или даже россияне-католики, которые должны здесь были служить, некоторые не получали разрешения. Хотя им даже виза не нужна была. То есть они, как граждане России или Украины, они могли здесь быть, но служить не могли. Так это уже было давным-давно, такие истории. Это уже, ой-ой-ой, сколько лет назад эти истории были, да. В то время, когда, например, батюшек православных у нас в основном, ну, не в основном, но огромный процент россияне. Вопросов вообще не было. РПЦ доминирует, в общем. Ну, конечно. Бог повелел, чтобы РПЦ доминировала в Беларуси над католиками. Ну, не знаю, что повелел. Трудно сказать, повелел ли. Ну, надо терпеть, надо молиться и ждать. Послушайте, а какая выгода государству от того, что она контролирует деятельность религиозных учреждений, церкви? Почему так это важно для них? Не знаю. Момент идеологический, наверное. Контроль над всем должен быть. А как надо, чтобы было? Как надо. Но государство точно не должно контролировать церковь. Если церковь... Ну, вот как в США. Там же не контролирует государство церковь. Там же и мормоны, и прочие всякие секты. Там же в веке церквей не счесть движений религиозных. Но государство не контролирует, если государство не нарушает законодательство. То есть иногда законодательство может приниматься вразрез с верованием людей. Ну, тогда идет конфликт. Не сказать, что в США не контролируется? Ну, по крайней мере, там можно верить во все, что угодно. Я вот, например, верю в летающего макаронного монстра. Потому что для меня это божество не запрещено. Ну, ясно. Ну, если... То есть в плане веры, видите, в плане веры там государство не будет вмешиваться. То есть ты можешь верить реально во все, что угодно, да. Но когда касается темы общества, то государство вмешается. Например, если католики будут говорить, что они против гендерной идеологии, то государство им тут же будет рот затыкать. То есть ты сам и в Европе и в США. Хорошо. А что делать тогда этому гражданскому обществу, чтобы добиться своих интересов? Ну, не знаю. Так легко было. У нас бы уже давно все поменялось. Ну, как верующий, я говорю, что для меня основа всех бед – это грех человека. Так а какой он грех? И того самого гражданского общества. Ну, так для меня это основа. Так я просто не могу определиться за грехом. Как его идентифицировать? Вот в чем я грешен, если я, например, хочу поменять власть в Республике Беларусь? Хочу честного, объективной прессы в Беларуси, не пропагандистской? Не, ну, ну, ладно. Во-первых, чтобы там понять, что грех – это надо там уже окунаться. То есть Писание, что Господь называет грехом и так далее. Но для меня элементарнейшая вещь – тот же самый пример с медиками, да. Вот, ну, то, что я сегодня… То есть они пошли за материальными благами, у них материальные блага стоят на первом месте, поэтому вас это расстраивает. Так он сказал бы, не то, что материальные блага, да. То есть, конечно, как верующему-то немного по-другому глядим на материальные блага. Вопрос о лжи. А лжи, в смысле, они прикрываются благими какими-то… Ну, то есть, ну, ища свои выгоды, да, то есть, какие-то комбинации начинаются, да. То есть, вопрос о лжи. И наше общество во лжи повязшее. То есть, когда государство зажало общество, да, тогда общество взвыло. Но когда это начиналось уже в 96-м году, да, а общество это устраивало с большего, да, ну, тогда общество молчало. Ну, вот и вся схема. А во лжи повязаны все, на каждом своем уровне, да. То есть, у нас всегда считалось, что красть можно у государства, у колхоза. То есть, во лжи все повязаны. Это один из примеров греха. То есть, белорусы по заслугам получают за то, что они живут во лжи и во грехе? Как по мне, это закономерность. Это не то, что по заслугам, что это кара Божия. То есть, это закономерность. Когда люди живут во грехе, да, то есть, а грех – это не абстрактное понятие. Это конкретное присутствие демона, какого-то духа. Да, то есть, потом удивляться, что есть последствия этому. Второй грех, в который поголовно люди сидят, да, это грех магии, оккультизма. Это как? Например, по Библии мы читаем, что Господь дает израильскому народу землю и изгоняет другие народы, потому что они идолопоклонники. То есть, они занимаются оккультными делами. Так это же тоже неправильно изгнать со своей земли свой народ и поселить туда евреев, например, или чужой народ какой-то. Не, ну так Господь делает, за грехи. То есть, это и есть грех. Так, знаете… Что правильно, что неправильно – это не нам судить, что правильно, что неправильно. Когда мы начинаем верить, что есть создатель этого мира, да, когда мы реально в это начинаем верить, тогда мы у него и спрашиваем, что правильно, а что нет. Это не мы решаем, что есть грехом и что есть зло. Ну, тогда и я понимаю логику Александра Лукашенко. Он тоже… Мы тоже не вправе его критиковать за его решение. Он второй человек после Бога. И… Ну, а кто это сказал? Ну, Ягов сказал это. Нет, так ну, а по вере нет? По вере нет? По вере он ничем не лучше, чем я. Да. Ну, если реально брать по вере. У него такая самая ценность, как у меня. Ну, вот пропагандисты так не считают. Нет, так ну, они же не верующие. Я же рассуждаю как верующий. В общем, верить нужно только в Христа и в единого Бога, а во всех остальных божеств нельзя. Ну, само собой. Потому что Бог рассердится и накажет тебя. Ну, потому что другие божества – это идолы. Это есть демоны. Ну, почему? В Приримской империи зарождающееся христианство тоже было сектой, считалось. Нет, так не вопрос, что считаете, вопрос, когда вера. Понимаете, когда ты начинаешь верить, ты не рассуждаешь о том, какой Бог лучше. Когда ты начинаешь верить, да, ты принимаешь того Бога, в которого веровал. Понятно. Хорошо. Что там римляне считают, меня это не интересует. Это не волнует вообще, что они считали. Хорошо. Значит, вера – это вопрос только веры. Во что хочешь вот в той вере, лишь бы не мешать другим жить? Ну, не совсем так. Ну, как бы не запрещено верить в то, что хочешь верить. Вот ебатьки верят в Александра Лукашенко, христиане верят в Иисуса. Я верю в летающего макаронного монстра, все мы живем дружно, никому не мешаем. Как-то так. Не воруем, ну, идеально. Не воруем, не обманываем друг друга. А верим в вашу... Ну, ничего не воруем. Как раз-таки воруем, обманываем, чего нет. Ну, слушайте, это биологическая природа человека, потому что без обмана не проживешь. Не выполнишь... Это не биологическая природа, это грех. Ай, ну, понимаете, без греха жить неинтересно. Вообще скучно. Скокота. Слушайте, если у меня как верующего спрашивать, я вам отвечаю, как оно есть. Ну, понятно. А кому-то может что интересно, там что неинтересно, это уже другой вопрос. Я вам отвечаю как верующий. Если бы Александр Лукашенко не грешил, он бы никогда не был бы президентом. Если бы он не обманывал, он бы никогда не продержался столько времени. Если бы общество наше не грешило, оно бы не выбрало такого, как Лукашенко. Ну, тут, да, я с вами согласен, общество незрелое в гражданско-политическом смысле. И с ним нужно проводить конкретную работу и вообще взращивать новое поколение ответственных людей. И, конечно же, Бог тут ни при чем, по моим меркам. Тут все-таки действует принцип, кто сильнее, тот и прав на самом деле. Вот. Хорошо, отец Александр, спасибо вам большое за то, что мы поговорили. До свидания. До свидания.